Есть такая очень обширная разобилия теория под названием «Теория общественного выбора». И она довольно давняя. Мы начали изучать, когда в конце XVIII века примерно в одно и то же время произошли два больших исторические события. Великая французская революция. Сейчас верли монархию и решили, что нужно, соответственно, выслушивать разных людей и потом принимать решение. Ну, а второе событие – это американская революция в зависимости от США, где, соответственно, все основатели прямо написали. И там, в отличие от Франции, в США была дополнительная сложность, состоящая в том, что это федеративное государство, что отрешло в названии, Соединенные Штаты Америки. Вот Штаты отдельные, Штаты соединились. Соответственно, им вместе нужно как-то вырабатывать общие решения. Мы, наверное, начнем с одной конкретной задачи. Одна конкретная задача возникает в разных, в основном в двух разных ситуациях. Как политическая задача, но на самом деле это тематическая задача. А именно, пусть у нас есть такая революция, как парламент. В этом парламенте имеется некоторое небольшое число мест. Обычно от местных десятков до нескольких сотен разных парламентов. Аж. Аж и слово «хаус». Вообще бывают парламентские системы разные, но в основном есть две системы. Это значит, одна система пружиолетарная, когда, соответственно, вся территория страны нарезается от многих округов, от каждого округа избирает, соответственно, один представитель. А другая система пропорциональная. Когда голосуют за списки партий, и дальше, знаете, какая партия больше набрала, то получает отличный мест пропорционально на выбранных голосах. Вот эта вторая система нас не будет интересовать, но также, может быть, и промежуточная система. Именно встает вопрос, даже если это ажиолетарная система, то встает вопрос, как именно нарезать округа. И, в частности, если у нас федеративное государство, то там, наверное, от каждой территории должно быть какое-то фиксированное количество представителей. И, соответственно, вопрос на какую территорию, соответственно, сколько представителей дать. И, как правило, там тоже пропорциональное правило, а именно число представителей отвертой территории пропорционально на 7. Вот таким образом, и там, и там получается одна и та же архитмическая задача. Да, значит, это может быть задача о пропорциональном представительстве. Есть парламент, и, соответственно, есть N либо N партий, либо N штатов, которые должны быть там представлены. И, соответственно, мы должны выбрать B, значит, это, ну, давайте активно штатам. Штатам будет B, потому что это исторические первые. Соответственно, B это общая сила. Которые здесь просто суммы вот эти. И, соответственно, задача ставится так. Нужно найти, какие числа я могу никогда не напоминать. Целые. Целые числа. Так что, во-первых, они в сумме дают H. То есть каждый регион представлен целое число. В парламентариях целое число представителей, естественно, в сумме они дают общую емкость. И при этом правило пропорциональное, то есть R, B, D, D, H примерно равняется B, D, 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 H. То есть доля каждого региона в парламенте примерно равна доля населения этого региона, соответственно, в общем, населения страны. Ну и вся пропаса и в том числе даже не целая. Так, ну и тут задача не совсем хорошо поставлена, потому что как-то туристов нужно найти. Но нужно найти так, чтобы что еще выполнялось. То есть, понятно, что если мы хотим только вот этого и только вот этого, то тогда задачу можно выполнять многие разные способы. Ну, как минимум, мы хотим, чтобы процедура была где-то какая-то не очень сложная. Но давайте посмотрим на разные возможные процедуры. Но, соответственно, какова первая идея? Ну, можно вот это A перевести в правую часть и заметить, что число мандатов примерно равняется вот этой самой крометрии, я имею в виду такое большое, и умножить A. Значит, вот это будут какие-то дробные числа. Соответственно, их нужно как-то округлить. Ну, первая идея. Будем округлять. Просто, по правилу, если мы ровно две части. Меньше половины, то гуляем вниз. Если больше половины, то гуляем вниз. Если ровно половина, то, понимаешь, такого точно не будет, если число мандатов. Но если ровно, то гуляем тоже вниз. И это будет еще правило. Но какая проблема будет? Проблема будет такая, что если вы просто гуляете по обычному правилу, то если эти числа достаточно много, то они могут округлиться, да, что не будет округляться сумма. То есть, например, если у нас получились числа, ну даже, например, янистичная дробь, а их получилось 3.3, 3.25, и, соответственно, она осталась плюс 45. Тогда они в сумме дают 10. Но при этом, если мы каждое будем округлять по обычным правилам, то они все к трем округлятся. И, соответственно, сумма будет 9. В одно место осталось нераспределенным. Ну, кому это нераспределенное место логично обойти? Ну, у кого больше. Ну да, у кого вот эта часть больше. Поэтому вот это вот логично округлять вот так. Ну и, соответственно, такое правило нужно обобщить, а именно сделать так. Сначала все числа округлить вниз, а дальше те, у кого самые большие пробные части округлить наверх. То есть, если округлили вниз, то там достаточно, скажем, 5 мест. Дальше 5 регионов, у которых самые большие пробные части нужно округлить наверх. Но теперь немножко вернемся в историю. В 1788 году был этот первый президент США. Тоже важно. В 1790 году была в США проведена первая перепись населения. А в 1792 году собрался некий конвент, который как раз придумал пропорциональные правила. Да, значит, как? То есть, вообще там придумали, как устроен конгресс США. И там было как бы две, два варианта. Ну, маленькие штаты говорили, что давайте от каждого штата будет орган. А большие штаты говорили, нет, давайте пропорциональное население. Вот, в результате, как вы, возможно, знаете, придумали компромиссы. Там есть нижняя палата, где пропорциональное население. А верхняя палата, соответственно, где от каждого штата под два представителя. Вот, но дальше после этого возник вопрос. Хорошо, а если пропорционально, то как именно решать вот эту задачу? А, то есть, куда округлять? Вот. И там был такой один из отцов-осстанователей Александр Габинтон. Который сказал, давайте вот так будем делать. Да, значит. А, верно. Сначала сняли прям вниз. Соответственно, сумма не сойдется на сколько-то. Ну, а сколько не сошло, то прям по единичке добавлять тем, у кого самая большая дробная часть. Сначала по единице. Потом по единичке. Дальше произошла очень интересная вещь. Всем собравшим, всем привел, что помогло. Да, действительно, вполне вроде бы логично. Вот. Но я думаю, через полчаса вы уже не будете считать, что там очень логично. Вот. И, в общем, все собравшиеся... То есть там уже был Конгресс США, но идем к каким-то предыдущим правилам. Соответственно, тот Конгресс США, который был избран, это правило принял, что следующее будет избираться вот так вот. Но после этого Джордж Башингтон наложил вето. И это было первое президентское вето в истории США. А чего он это сделал? Так, в общем, историки спорят. Сейчас злые языки говорят следующее. Что родной штат Вашингтона, Вирджиния, по этому правилу, управлялся вниз и получал 20 мандатов. И станок статистики. А, соответственно, это Вашингтон не понравилось. И он, так хоро мне, да, придумывает что-нибудь такое, что в Вирджинии был 21 мандат. Но, конечно, это огня фреспекуляции, документальных подтверждений этому нет. Вот, и более того, позднейшая история показала, что это у нас действительно не очень хорошее. Так или иначе, был наложенный вето, преодолеть его они не смогли. И, в результате, придумали другое. Правило ваше. Которое потом принято. Это называется правило Джефферс. Джефферсон тоже один концов в основании США. Соответственно, правило было вот какое. Смотрите, ну вообще, вот это отражение можно сказать еще другим образом. Значит, можно сказать, что m geht примерно равняется следующим. Значит, b geht мы проделем 10 плеера 9 на аж. И вот у этой группы в этим этаж есть некоторый смысл. Что это такое? Что мы делим население страны на число мест в парламенте. Это число жителей, число граждан, которые представляет один депутат. Это число граждан, которых представляет один парламентар. Так вот, правило следующее. Один депутат равняется целой части, но мы теперь подкручиваем этот знаменатель так, чтобы сумма равнялась равна h. Соответственно, d выбрана так, чтобы сумма равнялась в точности h. Ну, понятно, да, что если мы выбрали d, а вот это изначальное, то тогда, соответственно, сумма будет меньше, скорее всего. Она будет равна только если у всю, то прям целая получилась. Скорее всего, будет меньше. Поэтому мы вот эту знаменательку будем уменьшать, от этого эти тройки будут увеличиваться. Соответственно, целая часть в этот момент тоже будет перескативать и увеличиваться. Вот. И, соответственно, в какой-то момент сумма будет равна в точности h. Ну, вот в этот момент нужно это все зафиксировать. И, наконец, так будет. Вот. Ну, в общем, в тот момент, на котором мы порешили, что будет вот такое правило. И каждые десять лет по итогам очередной переписи будут вот эти нормы пересматриваться. Так. Но, может быть, вы видите какой-нибудь недостаток этого правила? Я не понимаю, а при чем здесь перепись? Число d определяется математически. Нет, вообще-то перепись определяет вот эти вот. Вот эти вот, да, я считаю. Перепись определяется, определяет базе гадали по n. А, количество населения. Да-да-да. Понял. Количество населения. И потом, соответственно, это все пересматривается. Да-да. Отлично. Вот. Но... Дальше надо еще есть отдельная история, но какаш пересматривается. Но про это мы потом поговорим. Да-да. Так вот. Мы это приели. И, действительно, по этому правилу штат Вирджиния получил где-то 20, а по 21 голос. Так что, жажда, чтобы он был доволен. Ну а почему так получилось? Как вы думаете? Значит, вообще-то, как бы вот эта дробная часть там была совсем маленькая. То есть там было что-то типа 20.1, еще что-то. Но... Значит, есть такой смысл. Но смысл в том, что мы поставим именно этот показатель, да, число граждан, которые представляют один моментальный. И вот в этом смысле это и восправедливо, да. То есть для всех штатов вот эта норма строительства одна и та же. А вот здесь она, видите, согласительно, да, совсем не надо понимать какие штаты, да. То есть, например, там, когда, скажем, 1.6 накругляли длину, то получалось, что тут как представительство растет на четверть. Вот если вы видите 1.1, то там совсем будет плохо. Вот. А когда уже много, да, значит, когда, там, какие-то десятки, то тогда, в любом случае, округление в ту или другую сторону будет менять предстоительство на какие-то единицы процентов. Вот. То есть тут в некотором смысле вот это правило более скрепило вот в таком относительном смысле в том смысле, что такие проценты не те же. Ну, вот здесь, да, вот здесь хорошо, что целая часть все обеи те же. Вот. А если целая часть разная, то тогда, когда обеи те же дробные части будут являться разным числом процентов вот этих голосов. Вот. Ну, и в некотором смысле вот это правило так справедливо в том смысле, что такие проценты не те же. Вот. Ну, не знаю, где у вас это или нет, но вообще сейчас я покажу, чем это правило плохо. Да, значит, это то, чего не видели в начале, да, значит, не обсуждалось во время принятия этого правила. Но просто в некоторый момент это, я уже говорил, получилось, да, что по итогам очевидной переписи пересмотрели население. И случилось следующее. Значит, случилось, что там штат Нью-Йорк, вот по вот этой формуле, у него там было что-то типа 40.8 мандатов, да. Соответственно, нужно было 5, либо 40, либо 41. Но по этой формуле получилось аж 42. Значит, почему так получается? Ну, получается, что вот это правило углевали большим штатом. Давайте я приведу модельный пример, где-то совсем хорошо видно. Значит, пусть у нас есть такие. Например, если вы считали без углевания, то у нас получились такие. Например, 1,5, 1,5, 1,5, очень много по полтора, 5, конечно, по полторах. Вот, и все, что осталось. Ну, вот, 1 ровно, или 5 маленьких. Значит, если посчитать, то получаются вот такие числа. Соответственно, если мы их просто обнимаем вниз и посуммируем, то сумма будет 97. Вот, но теперь будем потихоньку увеличивать. То есть, уменьшаем Т, соответственно, это все будет увеличиваться. Но это все будет увеличиваться пропорционально. Да, например, увеличим на 1%. Значит, увеличим на 1%. Тогда здесь получится 1,515. Если у всех этих получится 1,515. А здесь будет, так, 93 и 4, 1,5. Вот, ну, соответственно, что получилось? Получилось, что в углевании уже эти все единички остались. Вот, взялся. Ну, хорошо. Соответственно, прибавили еще 1%. Так, тут у этих получится 1,515. Значит, а тут еще 925. Добавить будет, соответственно, 94.310. Что же получилось? Получилось, что уже здесь 94. Ну, и, соответственно, когда мы еще прибавим этот процент, мы уже так же обещали, то эти все будет 155,154. А тут 155. И там много сходит. Ну, и 17. Вот. Получилось . В результате получается следующее. что эти все по этому праву получают по единице, а вот 95 достает самого большого. Ну что же получается, что у него доля 92,5, а по правилам получается 95. Соответственно, это сначала первый раз возникло со штата Нью-Йорк, но тогда как-то сочли, что-то так случайно получилось, и не стали ничего присматривать. Но потом, через 10 лет, после очередной 2015, это еще раз произошло, и, соответственно, раз так говорить, что нет, это как-то неправильно, так не должно быть, что все-таки, если в среднем между 92 и 93, то должно быть либо 92, либо 92. В общем, вот это правило благоволит большим штатам или большим партиям, если это, соответственно, выбор по партийным спискам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok